Обеспечить доступным и качественным образованием сельских школьников. С этим намерением за федеральные деньги по программе модернизации образования закуплено два с половиной десятка сертифицированных комфортных автобусов. Губернатор области Николай Денин, зампред облдумы Анатолий Бугаев, директор департамента образования Владимир Оборотов, городские власти лично поздравили директоров сельских школ с начала нового учебного года и передали им ключи от автобусов, которые красовались в ряд на площади Ленина. Программа «Школьный автобус» на территории Брянской области работает и развивается. Вот разово мы с вами можем, а сейчас у нас без вот этих 25 автобусов более 200 единиц техники есть. Мы можем перевозить в пределах 6 тысяч ребятишек из 603 населенных пунктов Брянской области. Я убежден, что вот эта программа будет повышать качество образования и в самой нашей глубинке. В Большей Крупецкой средней школе в Иганического района обучается около полусотни учеников. Новенький автобус взамен изжившему себя старому. Для ребят, рассказывает директор местной школы, большое подспорье. Школьники до своего учебного заведения вынуждены преодолевать расстояние больше 10 километров. Новый школьный автобус для нас как нельзя кстати. Если раньше мы иногда отказывали себе в каких-то экскурсионных поездках, то теперь мы сможем все увидеть, везде побывать и со всеми пообщаться. Особенные слова благодарности хочется передать, выразить нашему губернатору Николаю Васильевичу Денину за такую политику в области образования, за поддержку общеобразовательных учреждений. Проверить, насколько новенький «Пежо» комфортный и пригодный для перевозки детей, Николай Денин решил лично. Зашел в каждый автобус, пообщался с водителями. А директорам школ и руководителям местных РАНО наказал, чтобы автобусы не простаивали, использовать в том числе и для перевозки на мероприятия ветеранов. Татьяна Глазова, Александр Егоров. События. Брянск.